У Лукашенко опять угрожают Польше. Хватит шутить. Кадры на местах должны быть мобилизованы на 100%. Никакой расхлябанности, аж ковтирательства. Полная слаженность и порядок, еще раз подчеркиваю, по законам военного времени. Еще раз говорю, идет гибридная война. В Генштабе Беларуси грозят за Польшей ракетными ударами в ответ на, цитата, «провокации стран коллективного Запада». Мол, если с Беларусью будут разговаривать с позицией силы, им не сдобровать. В случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Они же реально угрожают стране НАТО. Одно дело мигрантов туда засылать, если уже угроза нанести удары по центрам принятия решений в Варшаве, это уже на самом деле. Если серьезно повод для Варшавы, для Польши активизировать статью 4, то есть призвать членов НАТО к консультации с точки зрения возникновения угроз для национальной безопасности и обороны. А реализовывать такие замыслы, как убеждают в военном ведомстве Беларуси, точно будут. И этому, конечно же, есть неопровержимое доказательство. В настоящее время в Польше завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны. У Лукашенко считают, что Вашингтон и Брюссель под предлогом сдерживания угрозы с Востока отрабатывают механизм создания группировок войск для их применения против России и Беларуси. Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников. Кстати, в Беларуси пошли вразрез с позицией братской России и лично Путина. Сам Путин сказал, что все, кроме Украины, страны НАТО не угрожают России, а значит и белорусы, потому что они союзные страны. Этот замначальника генштаба немного идет против Путина, и он может попасть в беду, потому что Путин сказал, Финляндия и Швеция пусть вступают НАТО. Они не создают никаких проблем, тем более Польша. Ну какая угроза от Польши? И как и стоило ожидать, в белорусском генштабе в качестве одного из доказательств милитаристских устремлений Польши называют ее желание загробастать западную Украину и Беларусь. Сам Батька о желании Польши вернуть исторические земли тоже говорил не один раз. Там управляют англичане, американцы, через поляков во много. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и чего-то от этого получить. Это тоже опасный элемент. Они уже мечтают о западной Украине. Тут нам придется реагировать, потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Они спят и видят Речь Посполитую от Можа до Можа, от Черного Мора до Балтийска. Ну как когда-то там в истории было. Но так тогда в центре этого государства объединенного была Беларусь. Они уже сделают шаги политики к тому, чтобы расширенить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки, натовцы выйти, помочь. Таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. Но и это не все. Вместе с предупреждениями Украине о намерениях Польши, Баська заявил, что если мы попросим Беларусь, Украину от агрессора он спасет. Почему они сейчас не воюют за нас? Когда по нам летят десятки ракет каждый день, когда из территории Беларуси летят ракеты, наши братья-белорусы не воюют за нас. Но на такие вопросы у Лукашенко ответ один. Беларусь ни при чем. Мы России не помогаем. А втягивают в конфликт его страну как раз коллективный Запад. Для них важно, что касается Беларуси, нас втянуть в этот конфликт. Запад. Никогда Путин меня не просил, а вот они нас толкают в этот конфликт. Беларусь обвиняет западных соседей в подготовке агрессии не впервой. Пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать, сколько Лукашенко говорил о польской и литовской угрозе за четыре месяца войны России против Украины. Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока. Вы знаете о принятых решениях блока НАТО об увеличении численности вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз? Зачем в мирное время? Для того, чтобы воевать. Поляки, наверное, вы не обратили внимания, последний раз обратились к американцам и попросили привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал, ну мы, а мы, почему? Почему мы делаем вид, что ничего не происходит? И, конечно же, вместе с обеспокоенностью Лукашенко были и многочисленные угрозы жесткого ответа на агрессию против его независимой и суверенной страны. Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, ответ будет мгновенный. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем. Пока самопровозглашенный президент сыпал угрозами, Польша и Литва укрепляли границы с неугомонным соседом. В конце июня Польша завершила строительство стены на белорусской границе. Теперь на 186 километрах границы с Белоруссией стена высотой 5 метров. Барьер строит и Литва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова